Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать всех в нашем доме, в доме Российского исторического общества. Мы с вами хорошо помним, что два года назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству совместно с органами власти субъектов Российской Федерации и при участии Российского исторического общества заняться выявлением объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой. Организации их государственной охраны, научного изучения и использования в целях развития познавательного туризма. Эксперты РИО в взаимодействии с Министерством культуры России и региональными органами охраны памятников проанализировали ситуацию в Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областях, а затем таким анализом были охвачены еще 15 субъектов Российской Федерации, на территории которых также сохранились объекты, связанные с оборонительными линиями XVI-XVIII веков. Принимая решение о расширении географии этого проекта, мы руководствовались тем, что так называемые засечные черты представляют собой единую систему фортификационных сооружений, которая опоясывала все пограничья. Поэтому их эффективное изучение должно осуществляться лишь комплексно. На протяжении нескольких веков заведение пограничных валов, засек, крепостей помогало укреплять суверенитет нашей страны. По мере продвижения цивилизационного фронтира на юг и на восток, бывшие города на черте, как их называли, постепенно обрели новое значение, стали очагами торговли, культуры и ремесел. Именно таким путем в свое время развивались Тула и Белгород, Орел и Воронеж, Оренбург и Челябинск. Дошедшие до нас памятники фортификации русского пограничья – это следы долгого исторического пути, свидетельства невероятного упорства наших предков, сумевших построить самое большое в мире государство. Разговор о них имеет огромное общественное значение и совершенно уместен в год культурного наследия народов России. На сегодняшний день рабочей группе РИО удалось собрать сведения о более чем 100 объектах, связанных с оборонительными линиями XVI-XVIII веков. Промежуточным итогом этой большой работы, выполненной при поддержке Фонда История Отечества, стал презентуемый сегодня альбом «Линии роста». Его составители охватили три века истории отечественной фортификации – от укреплений эпохи Ивана Грозного до артиллерийских фортов Екатерининского времени. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в работе над этим замечательным изданием. Я уверен, что этот альбом будет востребован. Знаю, что в скором времени планируется начать работу и над вторым томом альбома «Линии роста». В него войдут столь же подробные сведения о памятниках культурного наследия, связанных с оборонительными линиями Сибири. Кроме того, считаю целесообразным взяться за изучение объектов, связанных с засечными чертами на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Украины. Эти археологические памятники, в первую очередь относящиеся к изюмской черте, служат наглядным подтверждением того, что освоение слабожанщины началось с городов-крепостей в Диком Поле, которые возводились и русскими, и русскими малоросами для защиты их общего отечества. Кроме того, конечно, нужно постараться в разумные сроки завершить работу по включению всех выявленных объектов, относящихся... Продолжение следует...